Сегодня 29 апреля. С ростом населения Самара нуждалась не только в новых учебных заведениях, но и больницах. Об этом хорошо был осведомлен почетный попечитель городской больницы Иван Михайлович Плешанов. И он выделил деньги на строительство новой. Торжественная закладка состоялась 29 апреля 1902 года на углу улиц Новособорной и Хлебной, Молодогвардейской и Студенческого переулка. Но услугами нового медицинского учреждения, названного Плешановским, воспользоваться самарцам не пришлось. Началась война с Японией, и больницу передали в распоряжение местного отделения Российского общества Красного Креста. 29 апреля 1931 года на Самарской Луке начали работать особые геологические группы. Они вышли на маршруты, чтобы определиться с площадкой для строительства Волжской ГЭС. Инженеры изучали внутреннее строение горных массивов, структуру почвы, наносили на карту малоизученные пещеры. Наиболее подробно геологи исследовали долины Жигулей на участке от Гавриловой Поляны до карьера Богатырь. Через пещеры они смогли также проникнуть в систему подземелья Самарской Луки, куда до них еще никто не опускался. Разведка продолжалась 8 лет. За эти годы геологи собрали богатый материал о структуре почвы Самарской Луки и строении Жигулевских гор. 29 апреля 1931 года в Советском Союзе началась эра телевидения. Из студий Всесоюзного радиотехнического института в Москве в эфир вышла первая опытная телевизионная передача. Она была в эфире не более минуты, но произвела настоящую революцию. А три года спустя началось регулярное телевещание. В 1966 году в печати появился рассказ Александра Борщеговского, «Три тополя на шаболовке». А два года спустя и тоже, 29 апреля, на экраны вышел фильм Татьяны Лиозновой «Три тополя на плющихе». Он был снят как раз по мотивам этого рассказа. Примечательно, что изначально фильм должен был называться, как и рассказ «Три тополя на шаболовке». Но режиссер Лиознова решила иначе. В конце 60-х слово «шаболовка» уже прочно ассоциировалось с телевидением, и это могло ввести зрителей в заблуждение, ведь в картине про телевидение не было сказано ни слова. Сегодня весь танцующий мир отмечает свой профессиональный праздник – Международный день танца. По решению ЮНЕСКО его празднуют в день рождения французского балетмейстера, отца современного балета Жана Жоржа Навера. 29 апреля в 1818 на свет появился будущий российский император Александр II. За освобождение крестьян от крепостной зависимости он получил прозвище «Царь-освободитель». В этот же день, 1899 года, родился легендарный джазовый музыкант Дюк Эллингтон. Он был королем импровизации, создал стиль джунглей. Стиль настроений в то же время обращался к академическим, европейским музыкальным форумам, сюитам, рапсодиям, балету и опере. 29 апреля 1928 года родилась Антонина Михайловна Зубова, заслуженный учитель России, и почетный гражданин Самары. Лариса Удовиченко. Народная артистка России родилась тоже 29 апреля. Зритель хорошо помнит ее по фильмам «Летучая мышь», «Место встречи изменить нельзя», «Зимняя вишня», «Мэри Поппинс, до свидания». От мастеров сцены и музыки перейдем к мастеру ракетки. В этот день, в 1970 году, родился знаменитый теннисист, первая ракетка мира Андре Агасси. 29 апреля с Днем Ангела не забудьте поздравить Галин, Ирин и Леонидов. Сегодня в народном календаре День Ирины Рассадницы. В старину говорили, не устоять берегу против Ирининой воды. Все потому, что после половодия речные берега разрыты и появляются оползни. А еще в этот день гадали на березах, приходили в лес, прикладывали ухо к стволу и слушали, что нашепчет дерево. Вы смотрели календарь губернии. Продолжим знакомство с датами завтра.